В ожидании чуда в Челябинске впервые прошел концерт для будущих мам. Для них сыграли колыбельные и популярные классические произведения. Вместе с будущими мамами музыку слушала и наша съемочная группа. На сцене классическая музыка, в зале будущие мамы. Ольга Сумарокова, несмотря на то, что до главного в ее жизни чуда осталось всего несколько недель, решилась прийти на концерт. Произведения классической музыки сопровождали ее все 9 месяцев. Дома звучали концерты и симфонии. За это время у будущего малыша даже появился любимый композитор. Хорошо реагирует на такую музыку классическую, которая, знаете, всем понятно. Не Рахманинов тяжелая какая-то, а что-то Моцарт легкая более. В органный зал пригласили только будущих мам. Музыку для них подбирали соответствующую. Исполнительница Лариса Тимшина воспитала двоих сыновей, причем старший из них ровесник челябинского органа, ему 25 лет. При выборе произведений Лариса прислушивалась к своим ощущениям. В основном я выбирала сама музыку, потому как ту музыку, которую я люблю, я несу ее с радостью людям. Поэтому я выбрала самые такие мои любимые произведения. Особенно я люблю музыку Иоганна Себастьяна Баха, потому как эта музыка очень гармонизирует человека. Кроме своих эмоций, солистки трио опирались и на научные достижения, изучали влияние музыки на человека. Что-то мы брали из журналов, что-то мы брали из интернета, потому что сейчас в интернете целая библиотека. Вот конкретно кого-то не могу называть, но очень много материалов на эту тему. Это музыка Моцарта, которая настолько упорядочена, гармонична и совершенна, что тоже способствует формированию и правильного мышления. Это музыка дебюси, такого медитативного свойства, которое позволяет расслабиться. Такие концерты Челябинское трио планируют давать несколько раз в месяц, чтобы даже те малыши, которые еще не появились на свет, смогли прикоснуться к миру классической музыки. Алла Бредихина, Екатерина Смирнова, Андрей Антонов, ОТВ.